МВД по республике провели брифинг по мошенничеству в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители Национального банка и Сбербанка. В ходе совещания людей призывали быть внимательными к звонкам от посторонних людей, пристально относиться к получаемым ссылкам по предварительной оплате различных товаров со скидкой. После ввода данных мошенники опустошают счета карт жертв. Чаще всего преступники действуют от имени крупных торговых сетей. Чтобы зарезервировать товар или получить дополнительный дисконт, людям предлагают сделать предварительный заказ по ссылке. Это дает возможность злоумышленникам узнать реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам. Формы мошенничества различны, поэтому специалисты попросили быть всем внимательнее к звонкам и СМСкам от незнакомых номеров. Самый нежный праздник – День матери, отметили в Хабезе. Работники районного дома культуры приготовили для мам праздничный концерт. В программе были задействованы различные виды искусств, музыка, литература, хореография, вокал. Качество номеров и их зрелищность зрители оценивали в онлайн-режиме. Из-за эпидемиологических мер концерт прошел в прямом эфире. Но даже при этом формате творческие номера получились яркими и запоминающимися. Надеюсь, нашим зрителям понравилось, многие нас посмотрели. И от себя хотелось бы в такой прекрасный день поздравить наших замечательных мамочек, пожелать им всего самого наилучшего, самое главное – крепкого здоровья, удачи, счастья. Мы вас очень любим, наши мамочки. Вы самое дорогое, что у нас есть. С праздником вас! Огромную тяжесть во время Великой Отечественной войны труженики тыла вынесли на своих хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки. Зинаида Петрова-Шишкина – одна из тех, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года. В гостях у труженицы тыла в селе Даусус побывала съемочная группа «Вестей». Репортаж Аллы Динаевой. Внезапный приезд гостей для труженицы тыла Зинаиды Шишкиной стал приятной неожиданностью. Да, бабушки, дров привезли? Привезли, ведь отопительные сезоны и вся зима еще впереди. Даусус на 80% газифицирован, но бабушка Зинаида даже не планирует проводить в дом голубое топливо и предпочитает обогревать помещение дровами. Все потому, что по состоянию здоровья плохо переношу газовое отопление, говорит Зинаида Петровна. Да и площадь моего дома не позволяет проводить природный газ. Зинаида Шишкина родилась и всю свою жизнь проживает в Зеленчукском районе. А мой прадедушка переехал сюда жить из Подмосковья, рассказывает она. Все было хорошо, пока размеренную жизнь Зинаиды Петровны, как и миллионов других людей, не нарушила Великая Отечественная война. В Верхней Ермоловке, где проживала моя семья, прошло счастливое и беззаботное детство. С ностальгией вспоминает бабушка. А когда началась война, отец с братьями ушли на фронт, и мы остались мама и бабушка, вспоминает Зинаида Петровна. Но нам повезло, отец позаботился о запасах провизии, и еще помог один добрый человек, друг моего отца, и мы не голодали, рассказывает Зинаида Шишкина. Из гор гнал с папой дружил, Карачавец подарил тёлочку, говорит, я вам тёлочку, ну а приведёт тёлочь. У нас мужиков забрали, скот угнали, сыр завод закрыли, ничего не мало. Это во время войны? Да, уже война была. Немец не дошёлся, когда он гнал. Говорит, а где ж папа? Где ж папа заходит у двора? А у меня на 4 года мальчик был, брат. Я с ним была. Я говорю, да, бумага пришла за папой. Он говорит, я вам тёлочку оставлю. Говорит, вас посадить. А я скажу, с кручем упал. Я оставил. Население было у нас отелилась, и была коровка с бабушкой, а папа нам муки сгрузил. Мы второй дом от пруда был. Как раз привезли муки, еще до нас немец, когда они дошли. А после войны Зинаида Петровна трудилась и в колхозе, и в лесхозе. А вы давно живёте здесь, в Далсузе? Давненько. Я уже тут 20 лет проработала. То в лесничестве сосны садила, то в архизе, то везде. А тут 20. А ещё жила в село Петровское старое. Там я 4 года в колхозе на свекле с детьми работала. Труженица тыла Зинаида Шишкина поблагодарила главу Далсузского поселения за заботу. Спасибо, дедушки. Бабушке, привет. Спасибо, спасибо, спасибо. Чем дальше в прошлое уходят тяжелые годы Великой Отечественной, тем большую значимость приобретает каждая отдельно взятая судьба очевидцев тех событий, которым пришлось из детства шагнуть в самое пекло испытаний, непосильных даже взрослому человеку. Зинаида Шишкина на судьбу не сетует. Она полна оптимизма, доброты и, конечно же, обаяния. Аладинаева, Алий Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Проведение различных акций с привлечением подрастающего поколения стало уже доброй традицией в управлении Росгвардией по Карачаево-Черкесии. В течение нескольких дней в двух акциях, посвященных Всемирному дню ребенка и Дню матери, приняли участие сами военнослужащие и их дети. О том, насколько важно формирование семейных ценностей в молодом поколении и о целях проводимых мероприятий, подробнее в нашей регулярной рубрике в гостях у Росгвардии. Алихан Лепшоков далее. Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей регулярной рубрике в гостях у Росгвардии. Сегодня мы расскажем о мероприятиях, проводимых при службе Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, приуроченных ко Всемирному дню ребенка и Дню матери. В Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике ежегодно проводятся детские акции с привлечением детей военнослужащих и сотрудников территориального управления для развития у подрастающего поколения творческих способностей, а также для объединения детей и взрослых для совместной деятельности. Ежегодно при службе территориального управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике проводятся акции. В этом месяце у нас прошли две акции. Одна акция была приурочена ко Всемирному дню ребёнка, вторую акцию мы провели ко Дню матери. В акциях постоянно участвуют как дети, так и родители. Для детей это такой особый творческий процесс. Они заучивают стихотворение, рассказывают, выступают. Для них это такая мотивация преуспевать во всём, быть первыми. Во-вторых, их в соцсетях все посмотрят, им будет самим очень приятно. Для взрослых это повод ещё раз подчеркнуть, что для нас значит мать. Мать – это человек, который для нас является, наверное, самым главным человеком в жизни, потому что она с самого рождения рядом с нами, и, наверное, у неё особое место в нашей жизни. В этом месяце одна из детских акций была посвящена Всемирному дню ребёнка, в которой дети рассказывали стихи, посвящённые этому празднику. Поздравляем с Днём ребёнка от души детишек всех. Пусть с утра до поздней ночи слышится и звонкий смех. Пусть никто из них не плачет, не тоскует никогда. Пусть детишек не коснётся и не встретится беда. Пусть любви и благодати и на радость нам растут. Пусть семье большой и славной дети радостно живут. Также одним не менее важным праздником является День матери, в котором дети также охотно принимают участие. Желаю всем мамам на этой планете, чтобы были здоровы и счастливы дети. Шутили, смеялись, заливисто пели, стремились, старались, учиться хотели. Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали, а ваши сердца, чтоб тревоги не знали. Пусть дети успехами радуют вас, пусть слёдся свет счастья из маминых глаз. Все мероприятия, проводимые пресс-службой территориального управления Росгвардии, направлены на дополнительное развитие у подрастающего поколения всестороннего и гармоничного развития личности. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. А вот какой будет погода на выходные, узнаем прямо сейчас. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Два футбольных поля строят в одном из густонаселённых пунктов нашей республики, на территории второй школы Аула Псыш. Размер объектов 6 тысяч квадратных метров. К сдаче в эксплуатацию поле практически готово. Осталось поставить ворота, ограждение, освещение, скамейки. И уже в следующем году любители футбола могут погонять мяч на профессиональной площадке. Надо сказать, что этот вид спорта ауличанам довольно неплохо даётся. Не раз талантливые мальчишки из футбольной команды «Кубань-Абазги» Аула Псыш становились чемпионами на различных соревнованиях. Хочу выразить всем благодарность, кто участвовал в сооружении этого поля. Мы все очень рады, особенно детишки нас никак не дождутся, когда это поле уже начнёт функционировать. Уже, я думаю, весной уже дети начнут играть в футбол. Поле очень такое вот приятное, мягкое покрытие. Ну и это, естественно, будет способствовать развитию футбола, как и в нашем населённом пункте, и в школе. И вообще это всё очень здорово. Спасибо. Нас включили в программу и сделали вот эту работу. Также особую благодарность хочу выразить к цеху Мусе Хабалевичу, который помог нам по укладке, по подготовке основания под это покрытие. И всех тех, кто участвовал. В Прикубанском районе состоялся конный пробег, в рамках которого было предано расстояние в 1100 километров. Организатором мероприятия выступил Альберт Байрамуков. Почти 10 дней конники на лошадях карачаевской породы были в пути. Это своего рода очередное испытание коней, признаются участники перехода. Породистые лошади ещё раз доказали особую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, хорошую подвижность, приземистость. Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Анзор Баташев наградил грамотами всадников. Было отмечено, что весной 2021 года участники перехода планируют совершить ещё один поход в 1300 километров и пригласить специальную группу, которая зафиксирует данный рекорд. «Хотел поздравить наших всадников, наших джигитов. Пять всадников преодолевали каждый день по 1110. Итого получается за 10 дней 1100 километров. Вообще издавна ходят споры, это вообще практически возможно или нет. Наши всадники на карачаевских лошадях, карачаевской породы доказали это, с чем мы их поздравляем. Для чего это нужно? Прежде всего, это испытание для лошадей, но не менее, ещё испытание, наверное, для самих всадников. Ещё раз поздравляю и желаю, чтобы на этом они не останавливались и достигали ещё новых-новых высот. Покоряли Эльбрус, покоряли там большие расстояния. Ну, я думаю, у нас джигиты ещё придумают что-нибудь, чтобы нас очередной собрадовать. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и не болейте. В эфире «Вести». Вы смотрите «Вести». Добрые «Вести». На этих полках хранится история карачаева Черкесии. Садома снова зацветут сады. «Вести» всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых вестей.